Это заключительное заседание Совета городского округа в этом году. Работа проходит при участии общественности города, руководителей предприятий и учреждений. В повестке дня седьмого заседания Совета депутатов обозначено 10 вопросов. По первой теме с информацией о реализации муниципальной программы развития культуры в городском округе выступила директор управления культуры Татьяна Лихачева. Программа принята в августе текущего года и предполагает модернизацию сферы и совершенствование материально-технической базы. Муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм. Финансирование программы осуществляется за счет средств муниципального, федерального и республиканского бюджетов, а также за счет внебюджетных средств. Объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 86 286 500 рублей. Подробную концепцию стратегии социально-экономического развития муниципалитета представила первый заместитель главы администрации Ирина Голованова. Прогноз разработан, исходя из комплексного анализа производственного потенциала, социальной инфраструктуры, демографической ситуации и перспектив изменения указанных факторов. По информации, за 2016 год индекс промышленного производства ожидается в размере 85%. В прошлом году он составлял 202%. Снижение показателей объясняется падением объемов производства наградообразующим предприятиям. Это связано с сокращением объемов государственного оборонного заказа и отсутствием заказов по внутрихолдинговой кооперации. В то же время на будущие периоды ожидается рост темпов. В 2017 году темп роста объемов производства промышленной продукции по сравнению с 2016 годом в сопоставимых ценах прогнозируется в размере 224%. В том числе Кумертаусское авиационное производственное предприятие планирует темп роста объемов производства в размере 235%. В 2018-2019 годах заложен темп роста объемов производства в размере 112-119%, что выше, чем в среднем по республике. Было также обозначено, что в 2017-2019 годах в общей доле отгруженной продукции ожидается повышение доли маслозавода. Еще одним важным пунктом прогноза является объем инвестиций в городском округе. Объем инвестиций в основном капитал за счет всех источников финансирования по городскому округу за 2015 год составил 1,966,000,000 рублей. Или 141% к уровню предыдущего года. По республике темп роста объема инвестиций за прошедший год составил 100,2%. В 2016 году планируется увеличение объема инвестиций до 3 миллиардов рублей. Рост инвестиций на 50% ожидается за счет реализации проекта по строительству маслоэкстримационного завода. В прогнозируемом периоде с 2017 по 2019 годы планируется реализация на территории опережающего социально-экономического развития следующих инвестиционных проектов. Окончание строительства маслоэкстримационного завода в селе Маячный. Строительство двухпролетного автодорожного транспортного тоннеля по улице Карломаркса. Проектирование строительства инженерных сетей новых микрорайонов Дубки. Реконструкция стадиона «Шахтер». Строительство детского сада в селе Маячный. Открытие швейного производства. Открытие хлебопекарного и кондитерского производства. Создание центра палеоактивной медицины. Реализация ряда других инвестиционных проектов, инвесторов, резидентов территории опережающего развития. Проект рассматривался на публичных слушаниях, в ходе которых замечаний и дополнения не поступило. Поэтому проект принят без изменений. О планируемых доходах в бюджет информацию представила заместитель главы администрации по финансовым вопросам Гульнара Гучербаева. Она отметила, что бюджет прогнозируется без дефицита. Общий объем доходов в бюджет с учетом безвозмездных поступлений и ряда принятых решений по изменению законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства планируется на 2017 год в сумме 939 миллионов рублей, на 2018 год – 931,4 и 2019 год – 935,2 миллиона рублей. Снижение общего объема доходов в 2017-2018 годах объясняется уменьшением объема межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета. Объем поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города в 2017 году определён в сумме 323,6 миллионов рублей со снижением к утверждённому плану на 2016 год на 0,3%. В 2018 году – 346,9 миллионов рублей и в 2019 году – 350,7 миллионов рублей. Снижение прогнозных показателей налоговых и неналоговых доходов в 2017 году обусловлено снижением поступлений акцизов на нефтепродукты. В ходе заседания депутаты утвердили проекты об инвестиционном климате в городском округе, о внесении изменений в структуру администрации, о мерах, направленных на снижение задолженности арендаторов муниципального имущества, о планах работы Совета на будущий год. Также рассматривался вопрос о разрешении продажи части муниципального имущества предприятия «Кристалл». Это вызвано необходимостью погашения кредиторской задолженности, долгов перед работниками и стабилизации финансового положения предприятия. На 1 октября текущего года общая сумма кредиторской задолженности составляет 6 миллионов 862 тысячи рублей. Данная задолженность сложилась не за один год и продолжает расти с каждым месяцем, так как предприятие не в состоянии за счет поступающей выручки покрыть текущие платежи. По данному вопросу принято положительное решение. В завершение глава администрации Борис Беляев и председатель Совета городского округа Олег Астахов поздравили собравшись с наступающим Новым годом.